Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами на связи канал Бакмани, где мы открыто общаемся о заработке в интернете. На протяжении последних выпусках я разбираю на канале тему блокчейна и криптовалют. Есть у меня отдельный плейлист, я рекомендую вам с ним ознакомиться. Либо если вы знаете, что это такое, либо даже если никогда не сталкивались и планируете только изучать данную тематику, можете ознакомиться. Здесь все видеоролики в порядке возрастания. То есть начинаем от самых простых вещей и дальше движемся к более сложным. Мы уже разобрали, что такое блокчейн, что такое криптовалюты. Разобрал я здесь, что такое зацентрализованные приложения, по-другому Web 3.0, как с ними взаимодействовать через шлюз или через кошелек MetaMask. Разобрали протокол Maker, выпустили свои токены DAI под обеспечение своего актива. В данном случае выступал Ethereum, то есть это теоретическая часть и практическая часть. И дальше мы эти DAI обменяли через зацентрализованный, опять же таки, обменник на Ethereum. То есть мы дополнительно получили еще актива. И дальше этот актив мы положили на биржу Binance. Я показывал, как это сделать в последнем выпуске. Ну а сегодня и в следующих выпусках мы поговорим о торговых операциях на данной бирже. То есть в сегодняшнем выпуске по большей части пойдет речь о ручной торговле. Но чтобы вам весь выпуск не смотреть, я сейчас поясню, что конкретно будет в данном выпуске. Потому что я не собираюсь рассказывать о том, какие стратегии стоит применять и так далее. То есть вся эта информация, она очень большая, очень обширная. И даже если сделать отдельный плейлист, это тематика абсолютно не моего канала. То есть акцент я сделаю небольшой на тех инструментах, которые действительно вам могут помочь в данной тематике по торговым операциям на той же самой бирже Binance. Ну а по большей части мы с вами в следующих уже выпусках поговорим об автоматизированной торговле. То есть существуют определенные некоторые боты, в том числе и профессиональные боты для профессиональной настройки торговой своей стратегии, с помощью которой все это дело будет происходить без какого-либо вашего участия. То есть один раз настроили, может быть просто стоит иногда чуть-чуть менять, потому что рынок это, можно сказать, такая некая психология толпы, и он бывает менее, так скажем, волатильный. Бывает падающий рынок, бывает растущий, когда присутствует бычий тренд и так далее. То есть все вот эти вот моменты и нюансы, я думаю, что они будут интересны тем, кто в первую очередь связан с криптовалютой, кто когда-либо уже пробовал совершать какие-то торговые операции. То есть здесь присутствуют, конечно, свои определенные риски, которых вы должны знать. То есть не получится так работать на бирже, на любой, да, неважно, это фондовые биржи, криптовалютные биржи, либо вы на Форексе играетесь, либо там какие-то опционы. То есть, ну, на самом деле рынков полно, да, инструментов тоже много. В сегодняшней выпуске рассмотрим и поговорим о некоторых инструментах, которые дополнительно помогают совершать вам торговые операции на бирже Binance. То есть те терминалы, да, криптовалютные, я потратил, наверное, около недели своего времени на поиски, ну, практически, наверное, большинства таких терминалов. Я их все поставил, я их все, собственно, ручно протестировал. Я сделал для себя некоторые выводы. То есть есть бесплатные терминалы, есть платные терминалы, где-то есть определенные возможности, дополнения и так далее, какие-то настроечки. То есть, ну, с одной стороны я расскажу, какие мне больше всего понравились, какими наиболее, так скажем, удачно мне удалось поработать. И вы для себя тоже уже определитесь, стоит ли вам какой-либо из сегодняшнего выпуска, да, из инструментов использовать. В следующем выпуске мы уже поговорим об автоматизированной торговле. Там будут другие немножко инструменты. Но, тем не менее, если вы так или иначе связаны с криптовалютой, то рано или поздно все равно вы будете заходить на рынок, менять какие-то активы, торговать и держать свои позиции и так далее. Поэтому предлагаю вам сегодня ознакомиться с некоторыми вещами. Во-первых, мы, значит, в последнем выпуске перевели свои DAI в эфир, да, через централизованный обменник завели их на Binance. Здесь на Binance обменяли на битки, приобрели токены BNB и так далее. И здесь на самой, во-первых, бирже Binance существует два инструмента. Во-первых, перейдем в раздел торговли. Основная – это основной источник получения информации по всем тикерам, которые здесь присутствуют. То есть можно выбрать по отношению к битку, к альтам, к USDT вы будете торговать и так далее. И здесь присутствует некий такой, скажем, визуальный график. Есть такое представление ценового стакана цен и так далее. И для того, чтобы заниматься какой-то более такой профессиональной торговлей, есть здесь даже дополнительный инструмент, который называется продвинутая торговля. Можно перейти здесь и дополнительно к тому, что присутствует на основной бирже Binance в разделе основной торговли. Здесь, так скажем, более экономично используется рабочее пространство. То есть мы видим, что здесь полностью в наше окно помещаются все необходимые стаканы, котировки, графики и так далее. Также здесь имеется возможность производить свой технический анализ, то есть не применяя всеми нам известный сайт TradingView. То есть мы можем даже здесь нажать на график TradingView, и у нас появятся с левой стороны сейчас инструменты, с помощью которых мы можем рисовать различные уровни поддержки, сопротивления. Мы можем рисовать различные трендовые линии, делать какие-то себе пометки, строить, в общем, производить полностью технический анализ. Также можно в разделе технический анализ добавлять некоторые индикаторы, которые так или иначе помогают нам принимать решения и искать точку входа, точку выхода, но основываясь на нашей стратегии. То есть, ну, не что иное, как, в принципе, для обычной торговли, вот в этом продвинутом инструменте на самой бирже Binance уже имеется. То есть, если вы торгуете, например, какие-то, совершаете внутридневные, да, среднесрочные или долгосрочные, так скажем, сделки, то, в принципе, этого инструмента будет достаточно более чем. Помимо этого, я также хочу дать еще несколько терминалов, которые будут связаны через API-ключи с биржей Binance, и прежде чем перейти к терминалам и к их настройкам, да, поговорим немножко о них, я сейчас расскажу, давайте перейдем обратно на сайт Binance, где и как вообще, собственно говоря, создать тот самый API-ключ, который нам поможет для того, чтобы подключиться к данной бирже. Все это происходит в разделе управления API, вы нажимаете на данную вкладку, и если вы никогда раньше не создавали ключи, у вас будет вот такое окно. У меня есть уже ключи, у меня стоит торговый бот Profit Trailer торгует, я на Syscalp пробовал, я на Moonbot пробовал создавать. В общем, для того, чтобы сделать какой-то API-ключ, вы должны просто сделать некую метку, то есть ввести название. Название вашего, так скажем, API-ключа, обычно я здесь указываю название инструмента, к которому я буду подключаться через данный API-ключ. То есть API-ключ это некая такая, скажем, связка, если вы хотите торговать через какой-то сторонний терминал, то вы можете сделать здесь API-ключ, вам для этого необходимо ввести здесь просто название, нажать на кнопочку создать, я этого делать не буду, они у меня в принципе уже есть созданы, здесь ничего сложного нет. У вас, если стоит двухфакторная авторизация, попросят ввести, да, там, 6 этих цифрок, придет подтверждение на почту, его нужно будет необходимо подтвердить. И после этого, на примере, вот, допустим, Profit Trailer, у меня создается API-ключ. У вас будет надпись вашего API-ключа, у вас также будет здесь секретный ключ, он показывается только единожды. То есть после того, как вы создали, значит, API-ключ, обратите внимание, что ваш секретный ключ, он покажется только один раз, и больше ни при каких обстоятельствах, и никогда вы его не увидите. Можете его где-то записать на листочке, сохранить его, да, где-то отдельно, если вдруг захотите использовать дополнительно данный API-ключ. То есть нужна связка, да, ключ API-сам и секретный ключ для того, чтобы работать, так скажем, в терминальном режиме через какие-то другие, да, программное обеспечение с биржей Binance. После этого, после создания ваших этих API-ключей, их может быть несколько, вы можете их задавать для каждого софта отдельно. Я, в принципе, так делаю, и это довольно-таки удобно. Также, помимо того, что есть у нас какие-то еще дополнительные инструменты, о которых мы поговорим, стоит также познакомить вас с сайтом tradingview.com. Я все эти ссылки укажу в документе, который будет в описании, и в самом описании тоже продублирую еще раз. То есть данный сайт позволяет вам получать какую-то информацию от сторонних аналитиков по поводу тех же самых криптовалют, и не только здесь есть и фондовые рынки, и валютные рынки, и так далее. То есть можно получать различные скрипты, информацию по рынкам, анализировать графики, создавать свои торговые стратегии, можно производить технический анализ. В общем, это один из, наверное, самых больших, крутых, масштабных инструментов, которые использует практически, наверное, каждый человек, который занимается торговлей на различных рынках. То есть это речь не только о криптовалютах, это вообще речь о всей, так скажем, вселенной вот этих вот разных рынков. То есть и криптовалюта, и фондовые рынки, и форекс, и так далее. Вот, информацию можете здесь получать, есть русскоязычная версия данного сайта по домину.ru.tradingview.com, и, в принципе, зарегистрироваться вы здесь можете бесплатно. У меня бесплатная версия, и с ней можно вполне-вполне нормально функционировать и работать. То есть вот такой еще инструмент дополнительный есть. Дальше пойдет речь о трех торговых платформах, которые я выделил, протестировал я много, но выделил из них только три. Первая платформа – это платформа Сискальп. Она позиционирует себя как торговля для, то есть терминал для внутридневного трейдинга. Можно очень успешно заниматься скальпингом через данную платформу. И она работает с различными биржами криптовалютами. Это BitMix, Binance, Bitfinex и Binance Futures. Также она работает с московской биржей, да. Также имеется поддержка Quick и так далее. То есть всю интересную, интересующую информацию можете прочитать на сайте. Я его тоже оставлю в описании. Сразу скажу, данный софт предлагается разработчиками абсолютно бесплатно. Несмотря на то, что у него есть аналог, который называется Tiger Trade. По сути, это два софта, они имеют, так скажем, некий общий функционал, да. И отображение стакана, объем и так далее. То есть, ну, в Tiger Trade все-таки это все более аккуратно, что ли, сделано, если так вот приглядеться, да. То есть, но он платный. То есть, если мы перейдем на сайт Tiger Trade и зайдем в раздел «Купить», то мы увидим, что подписка стоит практически 3000, да. То есть, 2900 рублей за один месяц для того, чтобы взаимодействовать с данным инструментом. Хотя все то же самое есть и в Сискальпе. Да, может быть, не так красиво выглядят там стаканы, не так многофункционально можно управлять графиками, но какие-то инструменты для торговли здесь, опять же таки, имеются. И вот то же самое отображение стакана, оно лично для меня и для многих удобнее. То есть, если я сейчас перейду, опять же таки, в раздел «Торговля», давайте вернемся в продвинутый режим, да. Здесь мы видим тоже самый стакан, да, мы видим какие-то позиции, объемы и так далее. Мы можем, значит, открыть графическое представление данного стакана. Здесь есть вкладочка «Диаграмма глубины» и увидеть, как размещен, какие ордера, да, размещены в каких объемах в виде графика, да, вот глубины данного стакана. Это не совсем удобно и, на самом деле, по факту, для более правильной торговли, особенно если вы торгуете внутри дня или занимаетесь скальпингом, да, в ручном режиме, да, то необходимо более детальное отображение данных стаканов, более детальное отображение объемов, как всего стакана, так и конкретных позиций, потому что мы здесь не видим, вот сколько здесь ордеров стоит, по сути. Есть ли тут человек, который, там, не знаю, выставил большим объемом один свой ордер и так далее, то есть есть ли стенки, в которые цена может упереться, либо есть ли у нас возможность за стенкой, например, там, выставить какой-то стоп-лосс, ну, в надежде, что стенку не разберут и цена дальше против нас не пойдет. То есть довольно-таки сложно вот этой вот глубиной управлять, да, и, собственно говоря, вот этим стаканом. Именно поэтому существуют отдельные терминалы, которые действительно, так или иначе, могут поспособствовать и помочь в большей мере для какой-то либо торговли. Итак, ссылочку оставляем, терминал C-Skype, он у меня есть на рабочем столе, давайте я его запущу, установка там самая обычная и простая, сейчас просто кратко пробежимся, да, здесь еще привод в Бондаре есть, но нас интересует конкретно для частых трейдеров терминал C-Skype. Я открываю его, значит, немножечко, да, то есть минут 10, наверное, назад я говорил о том, что для того, чтобы подключить все это дело к Binance, мы должны создавать API-ключи, давайте вот так вот я открою, и для того, чтобы подключить данный терминал, здесь в расстройках вы можете выбрать вашу биржу, да, вот у вас, например, биржа Binance, нажать настройки и вот сюда ввести ваш API-ключ и ваш API-сикрет. Также выставить все вот эти вот данные, как у меня, только просмотр нет, автоподключение, да, сохранять пароль, да, тип кошелька, exchange. То есть есть маржинальный кошелек, либо просто exchange, выбираете здесь exchange, базовую валюту, с которой будете взаимодействовать, и, в принципе, нажимаете подключить. Если у вас после этого все зелененьким загорелось, значит, в принципе, вы все правильно подключили, и вот здесь вы можете видеть, что у вас Binance там подключен или отключен, какую-то дополнительную информацию. Помимо этого, как я и говорил, если хотите фьючерсами торговать, здесь тоже можете нажать настройки, вставить сюда определенный API-пи-сикрет, выбрать тип кошелька фьючерсный и уже заниматься торговлей здесь. Чем мне понравился данный терминал, давайте немножко просто поговорим о нем, да, то есть, во-первых, я могу добавлять и настраивать свое рабочее пространство так, как мне необходимо. После запуска, значит, торгового терминала, давайте я просто выключу сейчас все инструменты, у вас откроется окно и откроется терминал, который будет выглядеть вот таким вот образом. Это просто полный, пустой, абсолютно лист бумаги. И фишка этого, так скажем, терминала в том, что я могу добавлять сюда несколько стаканов. То есть, есть ребята и люди, которые занимаются торговлей, например, берут, открывают стакан биткоина, берут, открывают стакан биткоин фьючерсов, да, открывают графики тот и другой, и то же самое делают, например, с эфириум, да, или с другими какими-то активами. Вот, и все это можно настроить на одном экране, либо вынести на другой монитор. То есть, если я создаю, например, новую вкладку какую-то, я могу дать ей название, там, ну, неважно, да, про-пра пусть она называется, переименовать. Я эту вкладку могу отсюда вытаскивать, я могу ее, значит, перекинуть на другой экран, сделая таким образом, чтобы у меня, например, на одном экране были только чисто графики, на другом экране только чисто стаканы. С одной стороны удобно, с другой стороны нет, но, короче, как хотите, вы так и можете отстроить. То есть, вам нет никакой жесткой привязки в плане использования. Для того, чтобы дальше взаимодействовать, после того, как вы подключили ваши API, у вас появилось подключение, вот я, например, здесь поставил, все, нажимаю подключить, да, давайте посмотрим, как это происходит. Все, у меня загорелось зеленым, я подключился к бирже Binance, и здесь у меня видно, да, что 15, там, 31, Binance подключен. Все, дальше я могу взаимодействовать. Давайте перед тем, как взаимодействовать, посмотрим. Здесь есть горячие клавиши, можете под себя их отстраивать. Здесь есть элементы отображения, то есть, визуально вы можете тоже здесь отстроить все так, как вы хотите. Прочие мастер-вкладок, звуковые уведомления. Здесь я обычно ничего не менял, но вы для себя тоже сами можете, в принципе, с этим ознакомиться. Для того, чтобы добавить какой-то инструмент, вот здесь вот есть выпадающее такое меню, при нажатии на такой треугольничек, можете написать здесь плюсик и добавить стакан. После того, как вы добавили стакан, вы увидите, что в нем нет никакого, собственно говоря, инструмента. Для того, чтобы здесь появился какой-то торговый инструмент, нужно выбрать, нажать выбор инструмента. И дальше, например, на примере Binance выбрать, ну, какой-то тикер. Давайте мы возьмем для примера какой-нибудь, какой там, давайте Тома возьмем. Так, опа, на, ну вот он у нас вылез. Два раза щелкаем по нему, у нас открывается стакан. Сейчас Binance подгружает его, и после загрузки мы увидим как раз-таки стакан. Можно отрегулировать его под себя, то есть, пожалуйста, здесь все настраивается, все двигается и так далее. Мы видим стакан, мы видим разброс цен, да, мы видим, что существуют какие-то пустые места и так далее. Если мы хотим сжать данный стакан, можно просто навести мышку на данный стакан и через плюсик или через минусик на клавиатуре просто нажимаете, и у вас вот таким вот образом стакан ужимается, и мы здесь видим гораздо больше ордеров. Вот здесь гораздо удобнее работать, потому что я вижу стакан, я вижу, какими объемами, то есть, какие сделки совершаются. То есть, вижу сейчас вот на покупку разбирает объем 6400, да, вижу вот это вот все дело. Также я вижу, какие объемы, на каких уровнях цен стоят, то есть, я вижу крупные ордера, то есть, вот 23000, да, крипты, то есть, это вот криптовалюта Тома, да, вот тикер Тома торгуется. Вот я вижу, здесь объем стоит, да, крупный, я вижу, здесь объем стоит 24000, я вижу, есть ли какие-то поддержки, да, то есть, я могу выделять здесь, например, какими-то своими цветами, желтым, там, не знаю, фиолетовым, синим, любыми цветами определенные грани объема. То есть, хочу выделить, например, там какой-то ордер, на котором есть объем в размере 100 тысяч, я могу выделить, например, фиолетовым цветом, в настройках это все задать. То есть, у стакана есть свои настройки, вот здесь мы можем видеть настройки инструмента. Нажимаем на него и можем выбирать. Во-первых, что такое рабочий объем? На той же самой бирже Binance мы не можем, например, открывать какую-то некоторую, так скажем, сетку для удобства, для более точного закупа. Здесь мы можем варьировать все это дело своими ордерами в размере 5 штук. То есть, я могу заранее задать объем, да, вот здесь вот рабочий, то есть, объем данного инструмента, объем для покупки и продажи конкретно криптовалюты Тома, да, то есть, в торговой паре Тома BTC. Я могу здесь это все выставить. Это мне позволяет дальше сделать, заранее выставить, ну, мой фиксированный, так скажем, Take Profit, мой фиксированный Step Loss, Stop Loss и так далее, и взаимодействовать здесь уже по стакану. Дополнительные настройки стакана, то есть, я могу выставлять и шаги цены, и высоту, то есть, могу настроить. Если у меня какой-то маленький монитор или я плохо вижу, я могу крупнее, да, сделать стакан, могу поменьше сделать стакан, ужав его, дополнительно получив какую-то более, так скажем, широкую информацию. Тики настраиваются, то есть, я могу убрать или, наоборот, добавить показания объема, вот эти вот кружочки, да, то есть, если совершается покупка меньше заданного мной здесь, да, меньше тысячи, то у меня не будет писаться это все дело. Здесь просто будут появляться там покупки или продажи такими маленькими зелененькими или красными кружочками. Также я могу здесь задать определенное количество объема, с помощью которого я могу визуально видеть, ага, вот в данную минуту времени такой объем прошел. Также я могу настраивать здесь кластеры, то есть, что касается левого окна, да, вот здесь вот мы видим различного рода наполнителей объемов, да, мы видим внизу также по времени, какое количество проходило. И мы здесь можем сделать свою стилистику, то есть, мы можем отображать либо просто сумму покупок, да, в кластерах, либо мы можем разницу покупок и продаж выставлять, либо можем продажи и покупки выставлять. То есть, ну, действительно, что касается стакана, здесь очень много настроек, я не буду, конечно, в данном выпуске все их разбирать и в последующих тоже выпусках. Есть очень много на различном, ну, на различных, так скажем, каналов, которые занимаются торговлей криптовалютой, да, в ручном режиме, занимаются скальпингом, есть уже вся эта информация, вы, если вам это интересно, можете ознакомиться, посмотреть, почитать и так далее. То есть, я разбирать ручную торговлю на своем канале не планирую, давать какие-то рекомендации, тем более стратегии тоже я не вправе, потому что я не являюсь каким-то профессиональным трейдером, но все равно сам занимаюсь, да, торговлей, но обучать кого-то это не мое, то есть, не входит в мои, так скажем, компетенции. Вот, ну, а получить информацию о тех инструментах, которые существуют, я вот это вот могу вам дать. Помимо этого, да, я могу открыть график, то есть, нажатием вот этой клавиши я могу сразу открыть график данной криптовалюты, как она торгуется по отношению к биткоину, могу его растягивать как угодно, да, то есть, пожалуйста, если у меня добавить второй стакан, поставить рядом два стакана, то есть, я могу сейчас вот ужать вот этот стакан, например, до такого образа, открыть второй стакан, да, поставить рядом его и поставить два графика рядом, три графика рядом и так далее. График могу растягивать, с ним взаимодействовать как мне угодно. То есть мне не надо лезть на биржу Binance для того, чтобы посмотреть график. У меня все здесь на одном окне. Стакан, график. Я могу правой кнопкой щелкнуть по графику, у меня откроется дополнительное меню. Могу выбирать таймфрейм, могу рисовать фигуры, могу добавлять индикаторы. Но здесь вот видите, опять же таки, отличие от того же, давайте вернемся, Тайгера. Здесь с этим, с различными характеристиками, индикаторами и с управлением графикой, как раз таки, торговых инструментов, здесь гораздо больше всяких разных возможностей. Также здесь гораздо удобнее управляться со всеми вещами, со всеми торговыми парами, когда у вас их очень-очень много разбросано на одном или двух мониторах и так далее. То есть там есть свои, конечно, фишки, что нельзя сказать про бесплатный терминал, вот этот вот, который называется T-Scalp. Но, тем не менее, для того, чтобы просто хотя бы попробовать, ознакомиться, как осуществляется торговля по стакану, да, и так далее. То есть, ну, видите, пару открыл такую, в принципе, маловолатильную цена, особенно никуда и не движется, да. Но для того, чтобы понимать, как это все устроено, можно, в принципе, установить эту бесплатную версию. Я знаю, что многие блогеры успешно и даже не через тот же Тайгер, а с помощью того же, да, Syscalp'а, довольно успешно занимаются торговлей. Открывает там, не знаю, по 10 тикеров, просто загружает свой экран, сидят, тратят на это свое время, свои ресурсы, занимаются вот этой самой ручной торговлей. То есть, ну, подробнее, я думаю, что, в принципе, более чем достаточно. То есть, вот один из таких инструментов, которые действительно мне нравятся, больше всего, конечно, не графики, да, вот эти вот есть. Я могу и на TradingView технический анализ построить, но само отображение стакана, оно действительно здесь очень хорошее и замечательное. Давайте закроем данный инструмент и поговорим еще об одном. По поводу Тайгер Трейда, тот же самый Syscalp, да, он платный, да, здесь все по красоте, подгонка, графики здесь, отображение, удобство. Да, может быть, он намного и лучше, поэтому он платный, но основной функционал, который действительно нужен, он присутствует и на том же Syscalp'е. Перейдем на сайт следующего бота, следующего торгового инструмента, он называется Moonbot. Возможно, вы его слышали, многие наслышаны. Это просто огромная, колоссальная команда, она занимается специализированной торговлей на той же бирже Binance, а на других, у него очень мощный инструмент есть. Давайте теперь поговорим конкретно о Moonbot. Он тоже скачивается на сегодняшний день, кстати, не знаю до какого числа, во время нашей пандемии на сегодняшний день нет у них платной версии, то есть вы можете скачать Pro-версию с данного сайта абсолютно со всеми дополнениями, то есть с Bitcoin Futures адданом, с Moomskyper'ом адданом абсолютно бесплатно. То есть я вот попробовал, скачал, сейчас я открою данный терминал, зайду в него. Вот, когда вы установите, он у вас будет в светлых тонах, соответственно, то есть я здесь уже тоже копался, под себя все это дело подделывал. Вот, для того, чтобы здесь тоже настроить торговлю на той же бирже Binance, нужно перейти в раздел настройки, в раздел логин. Здесь вы можете выбрать биржу, на которой будете торговать. Я вот выбирал Binance, также вводите свои API и API Secret. И вот видите, что у меня типа Pro-версия разблокирована, да, и так далее. Вообще она стоит 0.15 BTC, но во время вот этой самой пандемии разработчики решили сделать такой подарок, и данный терминал можно не покупать, а скачать абсолютно бесплатно. Вот, в другие времена у него есть просто та же бесплатная версия и та же Pro-версия. Отличаются они мало чем, там, буквально размером ордера и дополнительными адденами. Но, тем не менее, можно работать и с платной версией, и с бесплатной, но на сегодняшний день, как я и сказал, все бесплатно. Итак, в панели настроек задаете API-клей, API-кей, нажимаете там ОК, подключить, и когда у вас снизу статус готов, значит, у вас все подключено. Также вы можете видеть ваш пинг на сегодняшний день у меня очень большой, да, и можно видеть API-лоу, то есть загрузка вашего API, точность часов, телеграмм и так далее. То есть, ну, преимущества у него здесь, на самом деле, много по сравнению с тем же сискалипом, и многие из них я даже не успел проверить и протестить. У него есть возможность торговать даже по сигналам, то есть вы можете подключить телеграмм-каналы, которые есть у вас в телеграмме. Все это делается, опять же-таки, вот здесь вот в настройках, в телеграмме, да, можете добавить здесь разные каналы, и в случае поступления какого сообщения на какой-либо сигнал в одном из телеграмм-каналов, бот это учтет, бот откроет за вас позицию, закроет, когда нужно, если вы настроите все это правильно, и будет, в принципе, заниматься тем торговлей по сигналам. Вот, помимо этого, здесь есть также торговля по различным парам, то есть у меня сейчас в данный момент выбрана пара BTC, но я могу торговать и к USDT, и к эфириуму, да, и так далее. Для того, чтобы начать торговлю здесь, вам необходимо, конечно, зайти в настройки, сначала все это дело отстроить. Я так вам скажу, что если вы занимаетесь ручной торговлей, хотя в данном боте присутствует и автоматизированная торговля, тоже можно писать свои стратегии, но я скажу вам так, что в следующем выпуске мы рассмотрим более профессиональный, так скажем, инструмент для автоматической торговли, с которым я знаком еще с 2017-2018 года, которым я владею, по крайней мере, который я действительно использовал долгое время. Потому что вот этот вот MoonBot для автоматики, я в нем не шарю, я его не использовал, вот просто протестировал для ручной торговли. Здесь я настраивал только раздел «Основные», то есть убираете все галочки, если она у вас стоят, оставляете только анализ монет при запуске, можете также выставить, да, и я ставил автопаник сейл, то есть некий такой стоп-лосс, да, он минус 3%, я его потом, то есть во время открытия сделки просто могу подвинуть. Дальше переходим, здесь выбираем, например, режим ручной, и я могу, нажав на кладочку «Смотреть маркеры», отсортировать все это дело по волатильности, то есть данный бот заточен больше даже не под какие-то долгосрочные торговли, а больше под такие вот маленькие сделки, то есть, ну, поскальпить можно, да, на этом боте, на этом торговом терминале. То есть я могу выбрать какую-то торговую пару, вот линк, например, да, давайте два раза щелкнем, открывается график, и как происходит представление вот в этом боте, оно довольно-таки тоже интересное. Мы здесь не увидим всеми нам привычный обычный график, мы здесь его видим тиковый, но в отображении он делается таким образом, что крестики зеленые, это значит происходила сделка по этой цене на покупку, да, то есть ордер срабатывал, красный – это была продажа. И вот здесь мы видим, если мы уменьшим как раз-таки какое-то такое, скажем, некое отображение по поводу сделок, которые выкупались из стакана. Очень удобно замерять процент прибыли, выставлять свои тейк-профиты и стоп-лоссы, потому что здесь есть вот такая некоторая сетка. То есть если я хочу, например, я обычно ставлю 10%, да, вот здесь вот выбираю, и что это значит? Это значит, что моя сетка делится на 10 частей, то есть я вот могу посчитать, здесь как раз-таки 10 частей, и в отношении удобства счета, прибыли, потери и так далее, я могу здесь выставлять ордера, например, да, вот хочу я выставить здесь данный ордер, я просто нажимаю старт для начала торговли, это в первую очередь, если у вас здесь, вы не нажмете, он у вас не будет ничего выставлять. Просто в любом месте, по любой цене, по стакану два раза щелкаю, и он у меня вставляет отложенный ордер. Я могу видеть, как ходит цена, то есть заранее, вот прежде чем заниматься торговлей, я могу посмотреть, насколько волатильна монета. То есть я вижу вот эту вот разницу, она занимает как раз-таки 1% от цены, то есть если вдруг вот сейчас с данной точки цена подскочит вот до определенного уровня, там, 52 344 сатошков, да, по сетке видим, да, нижнюю границу, верхнюю границу, и между вот этими границами одно деление составляет ровно 1%. То есть я могу видеть по волатильности, что данная монета ходит, ну, вот за последний период времени, там, не больше 0.3-0.4%, да, в общей сложности. То есть как я могу на ней скальпить, если на ней недостаточно для меня волатильности? То есть скальпинг – это такая некая, скажем, быстрая торговля, где я увидел сигнал какой-то для себя, быстро зашел в сделку, через 2 минуты ее закрыл, получил там прибыль, полпроцента или процент, перехожу на следующую пару, занимаюсь дальше там торговлей. Вот, в принципе, для этого и был, можно так сказать, создан инструмент, он довольно-таки интересный. Также здесь тоже представлен тот же стакан, как и на бирже Binance, давайте я cancel by уберу данный ордер, и он в виде, так скажем, отображения глубины. Но я могу здесь зайти, например, в тоже раздел настройки, могу зайти в раздел интерфейс, и вот здесь вот есть прозрачность стакана, у меня стоят просто ордера 0%, но я их могу выставить, и мы видим, сейчас не знаю, на записи будет видно, давайте поярче сделаем, нажму ОК. Мы видим, по каким ценам есть объемы, то есть я вижу, вот здесь вот огромный объем по цене, там, 54.090 стоит ордера. Я не вижу сколько, я вижу сколько всего, вот 117 биткоинов, да, в сумме, грубо говоря, стоит от начала данного стакана на продажу до вот этого уровня. То есть, опять же-таки, если говорить об удобстве торговли по стакану, инструмент C-Sculpe больше подойдет, если вам привычно торговать по стакану. Если же вы хотите просто поскальпить и поиграться на рынке, то через инструмент Moonbot на том же Binance вот такое вот визуальное отображение они сделали стакана. Было бы, конечно, идеально использовать, не знаю, график стакан такой Moonbot, и еще, ну, мне бы было так гораздо удобнее еще этот стакан, который имеется там в Тайгере или в том же C-Sculpe, да, где я вижу цифры, где я вижу объемы, и это действительно помогает. Помимо этого, я здесь вижу еще и внизу объемы. Я тоже могу их настраивать, могу их делать больше, могу их там цветнее сделать, не знаю, да. То есть я вижу, что вот в такой-то определенный момент времени произошел такой-то объем, то есть на покупку прошло 3,5 битка. Также я могу объем переключить в горизонтальный вид, да, но вот здесь вот у нас график такой, скажем, небольшой. Давайте, если мы сделаем, наверное, 5%, да, у нас все это дело больше растянется. То есть я вижу, что в последнее время, да, вот 23 битка прошло на покупку, да, вот здесь вот немножко проходило на продажу. Я могу видеть и вертикальные объемы, и горизонтальные объемы, и в каких-то случаях это действительно может помочь. Но для своей торговли я вот этот вот инструмент особо не использую. То есть бывает достаточно вот таких вот. Также стоит заметить, что мы видим здесь, помимо того, что график, да, вот такой вот, он не совсем удобный, я бы сказал, да, то есть отображение тикового графика, ну, для кого-то это, да, действительно может быть удобным. Для кого-то такое отображение, оно больше сбивает, чем что-то здесь можно посмотреть. Потому что, видите, он формируется из точек. То есть кто-то купил, кто-то продал, ставится точка, по какой цене. И вот так он формируется. Я же привык по классическим, да, с вечным графиком работать. Здесь еще также имеется такой некий показатель. Я могу выставить, например, одну минуту. Это будет означать, сколько прошло объема на покупку, сколько прошло на продажу. Могу поставить 30 минут и видеть, да, что за последние 30 минут, там, 12 битков было куплено, продано 6,8. То есть, видите, такие дополнительные, так скажем, инструменты, которые позволяют получать информацию по объемам. Потому что, торгуя, если вы когда-то торговали на том же Форексе, да, ну, понимаете, да, что ваша позиция на рынке Форекс, она не выставляется и не выходит вообще ни на какой рынок. Вы торгуете просто так же, как на опционах по котировкам, да, которые брокер где-то покупает и вам их предоставляет. Торгуя уже на фондовых рынках, на рынках криптовалют, важно знать объемы. Важно видеть стакан цен, и это действительно один из самых мощнейших инструментов, с помощью которых, если вы научитесь взаимодействовать, вы сможете извлекать из этого выгоду. Я вам так скажу, что вот знаю людей, которые пользуются вот этим торговым инструментом Монбот, умудряются делать даже по 100% в сутки на свои ордера. То есть, торгуя ордером, например, 100 баксов, можно в сутки дополнительно к этому ордеру сделать прибыль 100 баксов. Ну, а это было на волатильных рынках. На сегодняшний день, я думаю, максимум процентов 5, может быть, 10 при успешной и удачной торговле можно с помощью данного инструмента делать. Да, удобно, да, красиво, да, визуально можно все отстроить, можно заранее выставить свои стопы, свои тейк-профиты. Во время совершения сделки я могу под стакан удвигать ордера, там, тейк-профита, могу стоп-лосс, вот, допустим, под стеночку подставить, да, то есть выставить ордер, да, например, вот здесь вот у него есть стоп-лосс, я могу взять его, стоп-лосс там перетащить, под стеночку подставить, что, ну, если вдруг объем вот этого вот раскупят, да, то цена, скорее всего, дальше будет падать, если этот объем разбирает ум, но у меня здесь, например, стоит стоп-лосс, и он как паник-сейл будет срабатывать. Также могу take profit регулировать, то есть мне нет смысла там куда-то его ставить, я тоже его могу под стеночку ставить, чтобы когда цена идет, и пока она не уперлась, я, например, могу вот здесь вот подслить свою, так скажем, свой ордер, да, свою позицию. Давайте отменим тоже его. И такой инструмент, на самом деле, если вы разбираетесь в торговле, он действительно тоже очень замечательно помогает. Сегодня нет никаких торговых стратегий, я ничего вот в данном выпуске дать вам не могу и ничего, в принципе, разбирать не будем. В следующих выпусках, когда мы будем разговаривать уже об автоматизированных системах, там я буду говорить, да, почему какие-то индикаторы беру, почему я эту стратегию так или иначе делаю, да, там есть различные конструкторы своих стратегий, это довольно интересная тема, она больше, ближе подойдет к моему каналу, но все равно ручная торговля, так или иначе, я знаю, что есть люди, которые присутствуют на моем канале, занимаются той же торговлей, например, на той же бирже Binance, но вот в дополнение к этому, если вы и так владеете знаниями и умеете торговать ручками, я вам предлагаю посмотреть и выбрать для себя какие-то терминалы, то есть кратко я рассмотрел, да, Moonbot, замечательный инструмент, он мне очень нравится, он очень удобный, я могу здесь мышкой двигать ордера, я могу здесь видеть объемы, подстроить его от себя, я могу торговать по сигналам, получая их с телеграма, могу здесь делать стратегии, но блок стратегии я не разбирал, да. Есть, значит, удобная сетка, да, я вижу сразу какие проценты, какая волатильность, все маркеры, которые присутствуют, тоже, пожалуйста, могу здесь заранее посмотреть все характеристики, прежде чем открыть инструмент, я могу открывать их несколько, то есть могу 2, 3, 4, 5 открыть, и у меня вот в таком режиме они будут здесь отображаться, то есть торгуя, например, сразу 5 инструментов, я могу это все делать на одном окне и просто прокручивать их вот так между собой и смотреть, ага, вот здесь вот я вижу, что на, так, раз, 2% произошел какой-то рост, могу принять какое-то решение, продать, купить или так далее, да, то есть действительно интересный инструмент. Тот же самый стакан, который присутствует в сискальпе, он для меня тоже удобен, было бы здорово, если был бы инструмент в виде мунбота плюс, не знаю, того же стакана, да, но это для ручной торговли, но отошел я тоже давно от ручной торговли, есть автоматизированные способы, которые даже, можно сказать, ни в чем не уступают, потому что можно накрепать такую стратегию, которая, в принципе, приблизительно и будет так торговать, как вам необходимо. Ну и на сегодня уже выпуск получился довольно-таки долгий, давайте как-то все это дело подытожим и, значит, закончим данный выпуск. Значит, что касается торговли, торговать можно, безусловно, и на встроенных инструментах, которые есть на бирже Binance, да, они тоже удобные, здесь есть технический анализ, можно даже на TradingView на тот же не заходить, но хотя я тоже рекомендую получать здесь интересную информацию, очень много люди пишут различные аналитики, но сильно не доверяйте вот этим всяким аналитикам, лучшая аналитика, это когда вы сами произвели свой технический анализ, когда вы сами начертили все на графике так, как вы видите, и когда вы сами зашли в позицию, нашли ту точку входа, которую действительно вы выбрали, а не то, что вы прочитали какую-то аналитику и так далее. В основном, читая аналитику, надо делать, не знаю, все наоборот, что они пишут, вот, значит, но для этого нужно, соответственно, получать знания, получать опыт, в том числе и опыт плохой, так скажем, негативный, минусовый опыт, без этого никуда. Да, и общаясь тоже в чате, да, в своем телеграмме с множеством ребят, мы тоже эту тему активно обсуждаем, да, уже какую неделю, да, что касается там криптовалюты, торговли. Рынок сейчас на самом деле находится в том положении, когда вот-вот у нас произойдет слом тренда, когда мы уже, наверное, в следующем году, да, или ближе к концу лета, может быть, да, вот в этом периоде, можем наблюдать за какими-то телодвижениями. То есть на сегодняшний день тот же самый скальпинг, та же самая стратегия торговли по скальпингу, да, она довольно сложно применима по причине того, что нету каких-то волатильных монет на сегодняшний день. Нужно сидеть за компьютером, открывать позицию, ждать там минут 10, пока эта цена сменится там хотя бы на полпроцента, хотя раньше, например, если взять 2018 год, мы открываем сделку, там, не знаю, за 5 секунд цена прыгает там на те же самые 1-2 процента, мы получаем прибыль, ложим ее в карман, и таких сделок штук 100-200 в сутки совершаем, можно было получать там 50-100 процентов в сутки. Таким образом, за месяц можно в несколько раз было удвоить свой депозит и довольно пойти себе приятно что-то купить, либо же оставить все это дело лежать на активе. Вот, но не буду затягивать выпуск, уже 40 минут прошло, на этом, в принципе, все, все ссылочки, которые я сегодня давал, я оставляю в описании, кратко мы рассмотрели, какие дополнительные инструменты для ручной торговли существуют, и в следующем выпуске уже поговорим о более интересных вещах, о том, как все это дело автоматизировать, чтобы поставить бота, поставить свою стратегию, чтобы само все это дело, вся торговля шла без какого-либо вашего участия, а вы только заходили, смотрели там, сколько заработано и так далее. Ну и на этом все, с вами на связи был канал Пакмани, увидимся в следующих выпусках, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok